Вот этот вот, смотрите, вот так, а здесь сиреневый, да нет? Ну, это как бы, здесь маловато, здесь ничего стильнее, чтобы вот так вот было. Наверное, все-таки будет розовым. Этот цвет, вот он везде тут присутствует, здесь, хорошо. Ну, все, давайте розовый снизим, да? Такой хороший. Нет, диванчик нравится, подушечки какие-то. А это наша, она танковая мебель, у нас, наверное, покупали. Да, и диван. Ну, очень хорошая. Здравствуйте, дорогие друзья, рукодельники и рукодельницы. Сегодня я покажу вам несколько вышитых работ, очень интересных. Покажу вам новую рамочку, какую нам можно будет заказывать. Очень интересная, я думаю, что хорошо она пойдет для портретов. Ну, и для вышивок, конечно, пойдет очень хорошо. Расскажу, что на даче какая-то трагедия мне произошла, но закончилось все хорошо. Вот, сейчас я хочу вам показать вышивки машинные. Называется они фотостежок. Вышивала их Наталья Станиславовна. Посмотрите, какие интересные работы. У нее есть супермашинка швейная. Она подключена к компьютеру, компьютер к интернету. Она может задать ей программу, выбрать картинку, и машинка ей все вышит. Посмотрите, какая красота получается. Вот это бабочка и яблоко. Посмотрите. Во-первых, это шелковая ниточка. Основа такая, на шелке она вышивает. Очень аккуратно, очень методично все. Разработано так красиво, классно. Выбрали вот такой багет со встроенным паспарту, потому что он точно совпадает по тональности с яблочком. Душа есть в каждой работе. И в машинной вышивке, и в ручной. Ну, в ручной может быть побольше, но в этой тоже замечательно. Потому что, понимаете, для того, чтобы выбрать даже эту картинку, тоже нужно иметь такой талант, предвидеть то, что получится. Получится красиво или нет, это тоже очень важно. Покажу вам еще. Все три работы, они оформлены у нас в едином стиле, потому что висеть они будут все в одном месте. Посмотрите, здесь мы подобрали точно такой багет, только другого цвета. Он точно по цветовой гамме совпадает вот с этими акцентами цветовыми. Парусник из гладиолусов, по-моему, это вообще фантастика. Так здорово, это же надо было придумать такую вещь. И вот такой кувшин и роза. Здесь есть коричневый акцент, поэтому мы взяли эту рамочку. Вся в едином стиле, получается очень здорово. Посмотрите, как красиво, как душевно получилось. Мне кажется, очень хорошо. Кувшин здесь изображен с отражением комнаты. И если вы присмотритесь, вы увидите отражение комнаты в этом кувшине. Очень интересная работа, необыкновенно красивая. Необычная, не то, к чему мы привыкли, а это что-то новенькое, вот такое замечательное. Наталья продолжает вышивать, еще она нас порадует своими работами. Я так надеюсь. Оформление всех трех работ обошлось Наташе 8700 рублей. Все три работы. Размер при этом немаленький. Размер 30 на 40. Когда я ездила в Москву, я привезла вот эту вышивку Юлину. Посмотрите, что получилось у нас. Пионы просто объемные. Бисер подобран очень хорошо. Украинская фирма, не буду врать, как называется, но я знаю, что это из Украины набор. Очень красивый. Я показывала и, по-моему, даже называла фирму, потому что там, по-моему, на конве было написано. Ну вот, посмотрите, что у нас получилось. Багет такой же, как вот эти три работы. Мы с Юлечкой подбирали через прямой эфир. Вот так получилось красиво. Очень гармонично. И цвет багета подошел вот под жилочки на этих листочках. Очень замечательно. Я думаю, что Юле понравится. Надеюсь на это очень. Могла эту работу отправить позавчера, но не стала отправлять для того, чтобы вам показать, как это выглядит в оформленном виде. И вот дама принесла вот такую миниатюрку, и мы ее оформили в дубовый багет деревянный дуб натуральный. Вот такая миниатюрочка получилась. У нас очень хорошенькая. Мне кажется, классно выглядит. Ну, здесь дорогая очень рамка. Здесь 2 200 только стоит рамка. Рамка из массива дуба, поэтому рамочка дорогая, не дешевая. И еще хочу обрадовать всех, кого интересуют резные круглые рамочки. Мы получили вот такой образец. Новая рама. Будет можно в нее оформлять фотографии, вышивки и все прочее, что интересует, что подойдет сюда, можно будет вот в такую красивую рамочку оформлять. Диаметр в этой раме 30 сантиметров. Это ровный круг. Вот такой вот красивый, резной. И здесь птички, и корона. Вот очень хорошо подойдет для портрета, мне кажется. Царская рамочка. Ее можно в разных цветах заказывать, не обязательно в таком. Это я просто для образца заказала. Но ее можно, как угодно, ее можно задекупажить. Вообще будет супер. Это для тех, кто еще декупажем занимается. Там крокелюр сделать. В общем, всю красоту навести. Еще хочу показать вам. Вот московская улочка, или как он называется, сейчас посмотрим. Вышивка московский пейзаж. Оформили мы его с сиреневым паспарту, потому что вот здесь, где сиреневые акцентики. И вот здесь вкрапления сиреневые. Поэтому сделали сиреневое паспарту для того, чтобы поддержать этот цвет. И рамочка такая, светлое золото. Обошлось оформление 4200 рублей. Надежда Александровна постаралась очень. Сложность в том, что очень много разных цветов. Вот в деревьях. Тут и красный, и фиолетовый. Еще хочу показать вам одну замечательную работу. Это рисунок ребенка. Автопортрет. Ребенку было, наверное, лет 5, я думаю, или 6. Вот посмотрите, как замечательно нарисована кошка. Автопортрет. Сейчас этому человеку в районе 30 лет. И мама решила ему на день рождения оформить и подарить его рисунок, который он рисовал, будучи таким ребенком маленьким. Мне кажется, подарок будет лучше любого покупного подарка. Мне кажется, это просто очаровательно. Это супер. У меня тоже есть такие работы моих сыновей, которые я оформила в таком виде. Очень мне нравится. Классно. Оформление обошлось 2800. Мама Марина заказала для своего сына. И еще одну работу вам покажу. Вышивка Тадж-Махал. Оформлена очень лаконично. С паспарту. С одинарным в тон Тадж-Махала. Рамочка такая строгая. Оформление обошлось в 2800 рублей. Багет под дерево. Нет, это пластик. Здесь размер большой. Можно сказать 30 на 40. Плюс паспарту, который увеличивает размер. Вот мне нравится. Больше всех мне из этого всего нравится вот эта работа. Принесла ее Едино. Она с Ютьюба. Здесь изображено окно и то, что видно из окна. Схему она скачала откуда-то из интернета, по-моему. Наборчик такой. Ну, не буду точно говорить. Вот посмотрите, как красиво. Оригинальная такая вещица получилась. На мерке очень сложно. А нет, это набор. Это не из интернета. Я вру. Это набор, потому что вот здесь еще орел из дерева. Сюда прилагается. Так что это какой-то наборчик. Но очень оригинальный и очень интересный набор. Оформили мы его в багет. Такой, как старый штакетник на даче. Как будто его оторвали только что от забора. И вот сделали. Очень мне нравится оформление. Вообще, мне эта коллекция багета очень нравится. Красивая, такая необычная. По старину. Оформление обошлось 3400 рублей. Равномерочка такая мелкая. Совсем-совсем меленькая. Постаралась вышивающица. Здесь, конечно, вот это деревце. Это вообще труд такой. Мелкие-мелкие клеточки. Мелкие-мелкие стежочки. У меня вчера пропала кошка моя. Я утром, она вышла из дома и пропала. И исчезла. И время уже 4 часа. Нам надо уже уезжать. А кошки нет. Я сказала мужу никуда не поеду, пока не найду свою кошку. Бегала-бегала, искала-искала по всей округе. Кричала ее, звала, плакала. Потом пошла к соседям смотреть. Соседи уехали, дом закрыли. Думаю, а вдруг ее закрыли в этом доме пустом. Полазила по всем окнам, посмотрела. Нигде ее нет. Потом села и стала думать, куда она могла пойти. Логику кошки решила к себе примерить. И подумала, что она у меня никогда не уходила далеко от дома. И тут вдруг пропала. Думаю, вдруг она ушла к соседям. Пошла к соседям и попросила их обыскать их дом. Говорю, а вдруг моя кошка у вас, можно я обыщу ваш дом? Соседи, конечно, подумали, что у меня что-то с головой случилось не в порядке. Я стала искать, звать ее. Нигде ее нет, нет, нет. Потом забралась на самый чердак дома. И там, в какой-то темной кладовке, куда никто не ходит никогда, и не пошли бы туда, наверное, и месяц, и два, я нашла свою кошку. Я не знаю, что бы с ней было, мне даже страшно подумать, потому что если бы я ее там не нашла, она бы там просто погибла. Ей бы было не выйти ни за что там. Она, видно, туда просочилась и обратно две дни открывалась. И она бы там пропала. А мяукать бы она, хоть как мяукала, ее было бы не слышно. Потому что когда она была маленькая, мне же сын ее с улицы принес, она жила на холоде на улице, и у нее голоса почти нет. Поэтому если бы она даже хоть как мяукала, ее было бы не слышно. И поэтому вот когда я нашла, я прямо ее обняла, ее прижала к себе, так обрадовалась. Но до сих пор я под впечатлением вот этого, этой истории, потому что у меня бы был инфаркт, если бы я ее не нашла. Я не знаю, что бы со мной было. Но вот так, слава богу, все закончилось хорошо. Представьте себе, приходит к вам соседка и говорит, можно я обыщу ваш дом? Ну вот какая-то интуиция была у меня, что вот она, ну куда она могла деться? Далеко не могла уйти. И действительно она была в этом доме. Представляете, какой ужас. Страсти страшные просто. Для меня это был такой стресс. Я до сих пор еще в себя прийти не могу после этого. И думаю, почему я не одела ей ошейник? Почему не написала телефон на этом ошейнике? Пойду в зоомагазин, куплю специально ошейник. Она пришла, сразу разлеглась, стала кататься вот так со стороны в сторону. Так обрадовалась, что она домой пришла. Сразу пить, пить, пить. Она весь день в этой кладовке просидела. Кошмар. Ой, такая радость была. Много ли надо женщины для счастья? Кошку найти свою любимую? Ну, соседи были очень удивлены, что я из-за такой кошки рыдала и плакала. Кошка простенькая такая, серенькая. Ни породистая никакая. Безродословная, но я ее так люблю вообще, не передать вам. Она такая веселая, такая жизнерадостная. Все мне карнизы посрывала. Занавесок у меня дома нет сейчас. Все оторвано. Нитки все перепутала. У меня такая китайская ширма была, она ее все вдрызг разорвала. Это вам показать, если это страшное дело. Клочья вот так висят, но я пока ее не реставрирую, ничего не делаю. Потому что пока она еще играет, пускай рвет ее до конца уже, а потом я ее заменю. У мужа из тарелки таскает рыбу и мясо. Прямо лапой. Муж ей разрешает. В общем, она у нас, мы ее балуем, как можем, как ребенка маленького. Я понимаю, что это плохо, но, видимо, уже на старости лет у нас шарики за ролики заходят. Потому что муж тоже ей все разрешает. Все, просто все. Она себя чувствует королевой у нас. Вот такое вот существо у нас живет в доме, веселое, необыкновенное. Сейчас мы получили очень интересный заказ. Мы делаем в рамке футболки команда «Зенит». Не просто, а будут они с фотографиями. Будут они висеть у человека в квартире. Вот, пожалуйста, видите, кержаков. И вся-вся-вся сборная. 11 футболок, шортики и перчатки вратарские будут. Причем они все не стиранные. Они вот где-то испачканы грязью, где-то они испачканы травой, где-то даже кровь есть у некоторых футболистов. Вот такую красоту мы будем делать у человека, у фаната «Зенитовского». Да, и вот футболка с автографами. Видите, автографы. Это каким надо быть фанатом, чтобы вот такое вот дома все завесить. Это в квартире все будет завешено. 24 футболки или 22. Еще шортики и еще перчатки. Представляете? И каждая будет в отдельной рамке с фотографиями того человека, чья это футболка. И на фотографии автограф. Покажем потом вам в готовом виде, как это будет выглядеть. Ну, это, конечно, очень интересно. Это такой огромный заказ, который у нас делает один багетчик, который такой самый у нас умелый здесь. Потому что надо думать без конца. Это очень сложно. Он только заготовки делал две недели. А сейчас вот еще нужно под каждую футболочку сделать картон, прикрепить. Эту футболку вложить в раму. Такой пластиковый как бы конверт. Еще сверху стекло и рамка будет. И вот такой у нас интересный заказ мы получили. Сокровища фанатские, которые люди просто, видите, собирают не один год, а потом решают оформить и повесить у себя дома. Вот эта футболка даже, вот она вся, видите, грязная даже, но специально не стирают, потому что она с какого-то матча определенного. На этом сегодня все. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь на него. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Буду очень рада ответить вам на них. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok